Кофе Одни пьют, другие жарят В этой кофейне можно бесконечно смотреть, как другие работают Цех по обжарке зерен прямо за спинами посетителей Путь кофе от мешка и до стакана прозрачен, достаточно заглянуть за стекло Сегодня отправят в печь вот эти зерна арабики Их привезли из Эфиопии Эту страну принято считать родиной кофейных деревьев Когда-то вывозили пару сортов Сейчас счет идет на сотни В веке 21-м мир чаще бодрит Бразилия Каждая третья пачка привезена оттуда Остальное отгружают из Вьетнама, Колумбии, Индонезии Очень много внешних факторов, которые действуют на вкус кофе Это окружающая среда, в которой растет дерево Потому что оно впитывает в себя все Допустим, если рядом есть пасека, то кофе будет впитывать в себя вкус меда Допустим Если приготовить один и тот же сорт, его можно приготовить совершенно по-разному То есть можно почувствовать вкус ягод Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут Даже если на мешках не окажется маркировок Опытный обжарщик все равно определит, откуда привезли этот кофе Профессия Евгения Калайтанова сродни с Амелье Мастер по запаху и цвету зерна укажет на сорт Назовет провинцию или даже ферму Евгений засыпает кофе в печь На профессиональном языке ее называют ростер И засекает время Через 10-15 минут румяные зерна можно вынимать И вот цех заполняет сладкий карамельный запах Это плавится сахар в бабах Чем меньше времени кофе проведет в ростере, тем кислее получится напиток И тем больше кофеина в нем останется Человечество давно подсело на этот энергетик Все из-за содержащегося в нем дофамина, гормона радости Чувство эйфории заставляет употреблять больше и чаще В сутки жители Земли выпивают 400 миллионов литров кофе Посчитали в компании Detail Объем сопоставимый с минутным потоком Ниагарского водопада После обжарки зерна просеивают Теперь им нужно отлежаться, чтобы вышел весь углекислый газ И только после этого начнет проступать легкий, но такой любимый нами запах кофе Кстати, именно из-за углекислого газа в пачках делают специальный клапан Без него пакет мог бы взорваться 59% россиян предпочитают растворимый кофе зерновому Посчитали в статистическом агентстве повара Конечно, это связано с его доступностью И несмотря на бытующее мнение о том, что рассыпуху пить нельзя, кофе там нет А в банке лишь гранулы с его запахом Растворимый напиток делают из натуральных зерен А вот запах, да, добавляют перед упаковкой Спрыскивают маслами с ароматом кофе В остальном гранулят натурпродукт Зерна также обжаривают Дробят на мелкие куски Добавляют воду и нагревают под высоким давлением Получается кофейный экстракт В огромном чане высотой с 10-ти этажный дом создают настоящий ураган Впрыскивают туда экстракт Тот мгновенно распадается и сохнет Все, растворимый кофе готов Каша-минутка, макароны в брикетах, его ближайшие родственники Все эти продукты приготовили, а потом удалили из них влагу Растворимый кофе придумали в начале 20-го века для американских военных Чтобы те могли взбодриться на фронте Кстати, некоторые непорядочные производители могут снимать верхний слой зерна Там содержится весь кофеин Чтобы продавать его, как думаете, кому? Фармацевтическим компаниям А из остатков делать гранулят Бодрить такой напиток не будет Поэтому, покупая новую пачку, отдайте предпочтение той, где не скроют концентрацию кофеина Обжаренные зерна тем временем принесли в кофейню Теперь их нужно измельчить Но не все сразу Помолол, приготовил, выпил Тогда зерно отдаст напитку все оттенки вкуса и запаха Бориста не советуют хранить измельченный кофе дольше трех суток Он теряет аромат Крупность помола зависит от способа, которым приготовят напиток Самый мелкий или кофе в пыль подойдет для турки Это, кстати, самый старый способ заваривания По одной из легенд, его придумали африканские народы примерно в IX веке Насыпать кофе, немного подогреть Как только появится запах, добавить воды Еще нагреть, но не кипятить Иначе из кофе выварятся все эфирные масла Он потеряет аромат и станет горьким на вкус Помол эспрессо крупнее Подойдет для кофемашины Но руку все равно приложить придется Чтобы равномерно уплотнить Чтобы вода медленнее не проходила И проваривала, успевала проваривать зерно Кстати, эспрессо поварит рынка 90% всех выпитых чашек в российских кофейнях Сварены на его основе И только оставшиеся 10 альтернативные способы заваривания Помол крупнее, обжарка слабее Знакомьтесь, воронка V60 Намочить фильтр, засыпать кофе Постепенно по кругу вливать воду Когда человек приходит к кофейню третьей волны Ему уже мало просто эспрессо Ему уже мало, допустим Иногда может даже фильтр кофе Как в американских сериалах Ему нужно больше граней зерна узнать Благодаря различным способам заваривания Мы их можем показать Кофе крупного помола Можно приготовить во френч-прессе Это еще проще Засыпать, залить водой, подождать ЗВОНОК В ДВЕРЬ Энергичность и выносливость Качества, необходимые каждому спортсмену Найти их можно в чашке с черным ароматным Удивлены? Дело в том, что кофеин увеличивает Частоту сердечных сокращений Как следствие, повышает выносливость Хочется тренироваться дольше и бежать быстрее Эффект кофеина так силен Что спортсмен, его употребивший Даст фору своему сопернику Поэтому Международный Олимпийский комитет Ограничил соревнующихся В употреблении бодрящего напитка Так что вы никогда не встретите Спортсмена в очереди золата И даже не увидите его с чашкой чая Да-да, в чае тоже есть кофеин В 100 граммах американо содержится От 120 до 200 мг кофеина В эспрессо меньше До 150 мг В чае около 30 Так почему же нас бодрит этот напиток? С каждым часом после пробуждения В организме вырабатывается Все больше и больше молекул аденозина Когда их ловят аденозин-рецепторы Мы чувствуем усталость и хотим спать А кофеин – обманщик Появляясь в крови, он занимает место аденозина И блокирует рецепторы Это похоже на действие навокаина Боли ты не чувствуешь, но ее причину никто не устранил По данным издания Индепендент Больше всего кофе употребляют в Финляндии Три чашки в день Для россиян же стакан наполовину пуст На одного жителя приходится половина чашки кофе в день Не можете пройти мимо кофейни и не купить стаканчик? Или на работе тянете чашку за чашкой? Тогда точно слышали в свой адрес Не пей столько кофе, это же вредно Но почему многие считают, что кофемания опасна? Ученые давно доказали В кофе содержится множество антиоксидантов Эти вещества замедляют процесс окисления клеток в организме Или, проще говоря, замедляют старение Так вот, в чашке кофе этих антиоксидантов в разы больше, чем в зелени, моркови и грецких орехах Выходит, это правда, пьешь и не стареешь Но обладатели упругой кожи могут преследовать головные боли, бессонница, чувство тревоги и проблемы с желудком Передозировка кофеином опасна, предупреждают медики Ну а как тут устоять, если терпкий злодей вызывает привыкание? И не только психологическое Чем больше кофе пьешь, тем меньше он бодрит, наказали ученые А дело все в знакомых нам аденозинрецепторах Их становится все больше А значит, нужно пить еще и еще, чтобы добиться того же эффекта Чтобы избежать привыкания и не создавать очередь на кассе Медики советуют делать паузы в употреблении Кофе – продукт своенравный и противоречивый Он дарит бодрость и вызывает неврозы, вдохновляет и становится причиной зависимости А еще он объединяет людей и традиции И если одна чашка с пожеланием хорошего дня Это отличное настроение и заряд бодрости на грядущие свершения То на дне четвертой можно разглядеть свою систему нервную и сердечно-сосудистую Пить и меру знать Вот уж непростая задача кофеману Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok